Он уже свободно с нами разговаривает, может самостоятельно принимать пищу. Ковидному пациенту всего 44 года. Почему молодой мужчина оказался в реанимации, загадка даже для врачей. Крепкий, спортивный, ведущий здоровый образ жизни. В больницу поступил уже в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на, так скажем, хорошую динамику, он был крайне тяжелым, фактически погибал при поступлении к нам. И как бы получилось, так скажем, дать ему толчок. Вы были какие-то сопутствующие заболевания? Молодой, абсолютно здоровый. Какие сопутствующие заболевания? Никаких. Он даже не курит. Динамика хорошая. Мужчина хоть и на аппарате ИВЛ, но уже дышит сам через маску, а не трубки в носу. Можно сказать, здесь в реанимации людям дается второй шанс. Помогают в этом врачи. Ольга Лопатина – анестезиолог городской больницы Новоалтайска. Врач говорит, сейчас работы намного больше, чем в мирное время. Поступает к нам пациент уже в крайне тяжелом состоянии. Как вы видели, все находятся на аппаратах искусственной вентиляции. То есть это пациенты, которые требуют ежеминутного к себе внимания. И с каждым днем их становится все больше. А нас, как все знают, больше не становится. Анестезиолог не только обезболивает. При необходимости врач проводит реанимацию, следит за показаниями приборов и самочувствием больного. Ковидным пациентам вводят трубки в трахею, устанавливают зонт, чтобы человек получал сбалансированное питание. Здесь в реанимации много пациентов с диабетом и излишней массой тела. И почти каждый час анестезиологам приходится самим переворачивать этих больных. Есть доктора, доктора не выдерживают. Утомляемость большая, потому что хочется всем помочь, всех спустим. И психологически тяжело. Ковидные смены, признается Ольга, очень изматывают врачей и средний медицинский персонал. Но пока силы откуда-то берутся. Всегда приятно смотреть, как пациент реанимации уходит из больницы на своих ногах. А еще у Ольги есть большая мечта. Чтобы поскорее все закончилось, чтобы все вернулись в свою семью и проводили побольше времени со своими близкими, детьми. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.